МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грипп наступает. В Карелии объявлена эпидемия. Работы не завершены, зарплата строителям не выплачена. Как в Петрозаводске реализуется программа капитальный ремонт? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пополнение коллекции в Национальный музей экспонаты приносят жители Петрозаводска. Здравствуйте. Новости на телеканале НЕКОПЛЮС в студии Ольга Пименкова. Сегодня Петрозаводский суд не смог избрать меру пресечения в отношении двух сотрудников Госавтодорнадзора, подозреваемых в получении взятки. В наручниках в суд доставили время на исполняющего обязанности заместителя начальника местного управления Дениса Краснопевцева и замначальника отдела Автодорнадзора Евгения Шелковникова. Однако дата избрания меры пресечения перенесена. Суду предстоит рассмотреть дополнительные документы. По версии следствия, фигуранты дела получили от предпринимателя взятку в виде алкоголя. Имя вероятного взятка дателя сегодня также стало известно. Дорогие люди, вы знаете, что там запрещено снимать? Сегодня мы разрешили. Все дышали. Меру пресечения сотрудникам Госавтодорнадзора избирали в соседних кабинетах суда. Один из подозреваемых, Евгений Шелковников, убедил судью в том, что его не следует снимать на камеру, поскольку в ином случае пострадают его честь и достоинство. Шелковников не признал вину в получении взятки, отдачи показаний отказался. На суде заявил, что имеет хронические заболевания, содержит на иждивении двух детей, неработающую жену и бабушку-инвалида. Защита Шелковникова назвала задержание своего клиента незаконным и необоснованным. Обвинение добивалось ареста фигуранта дела. Учитывая дерзость и тяжесть и высокую общественную опасность, а также обстоятельства совершения совершенного им преступления, у следствия имеется основание полагать, что Шелковников может скрыться от органов следствия и суда. Второй фигурант дела Денис Краснопевцев. По версии следствия, с 26 мая по 1 июня прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку алкоголем. Товар потянул на сумму не менее 20 тысяч рублей. Откупившись, бизнесмен избежал ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов. Его задержанную машину отпустили. Стало известно имя вероятного взяткодателя. Им предположительно стал директор Петрозаводского ликероводочного завода Петровский Анатолий Белых. Следствие требовало арестовать фигурантов дела на два месяца. Однако адвокатам подозреваемых понадобилось время для того, чтобы подготовить дополнительные материалы, характеризующие личность их клиентов. Пока бумаги готовят, Шелковникову и Краснопевцеву продлен срок задержания на двое суток. Избрание меры пресечения сотрудникам автодорнодзора состоится в пятницу. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. Грипп наступает. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике признана эпидемической. На сегодняшний день зарегистрировано более 6 тысяч случаев. Больше всего заболевших дети дошкольного возраста и старшеклассники. Сейчас на карантин закрыто 45 групп в 25 детских садах и 67 классов в 21 школе республики. В Петрозаводске занятия приостановлены в 30 классах 11 школ. Карантин объявлен в 23 группах 13 детских садов. При лабораторных исследованиях вирусов в 95% случаев выявлен вирус гриппа АН3Н2, иначе называемого гонконгским, сообщили в Карельском Минздраве. Чтобы не заболеть гриппом, Роспотребнадзор советует избегать многолюдных мест и носить гигиенические маски. Также ведомство направило рекомендацию в районы республики ограничить проведение в образовательных и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Работу сделали, а денег не получили. С такой жалобой в нашу телекомпанию обратились рабочие фирмы «Стройком». Фирма должна была провести работы по программе «Капитальный ремонт» в доме номер 21А по улице Краснофлотской. Работы должны были закончить к 15 января, но сроки сдачи объекта нарушены, а зарплата строителям не выплачена. В ситуации разбиралась Алена Сянти. Сергею и двум его коллегам поручили обшить деревянный дом номер 21А по улице Краснофлотской. Лица строителям мы не показываем по его просьбе. Рабочим на троих обещали за работу 56 тысяч рублей. К работе бригада приступила 26 декабря. Мы сделали. Мы до нового года, до 30-го, зашили вот эту стенку и две торцевых стенки. То есть, считайте, уже две трети работы выполнены. Ну, нам отдали по 5 тысяч, и после нового года еще по 500 рублей, и все. Люди ходят просто пешком с кукорки на работу сюда, потому что денег нет. Представитель подрядчика, который нанимал его на работу, утверждает, что помимо аванса работники ежедневно получали по 200-300 рублей на проезд и сигареты. Люди, которые у меня здесь работают, они практически каждый день получают выплату денег. Это ваши личные деньги? Ну да. Пока мы еще не получили с фонда капитального ремонта. Самое интересное, что никаких официальных документов о трудоустройстве у Сергея и его коллег нет. Поэтому подтвердить информацию о невыплате средств практически невозможно. На мою однократную просьбу заключить со мной договор никто не заключал. Он был в бригаде, на которую составлен договор. То есть, расценки поставлены за квадратный метр, а там уже бригадир решает по КПД. Бригадир Сергея по телефону нам сообщил, что от заключения договора члены бригады якобы отказались и попросили оформить документы на одного человека. Что и было сделано, хотя это явное нарушение. У работодателя, пусть даже не официального, к Сергею тоже есть претензии. Значит, у него неоднократно было нарушение трудовой дисциплины. То есть, его отстранили от работы. И вчера он появился на объекте в пьяном виде и сломал нам имущество. Акт у меня о появлении в нетрезвом виде, у меня их два на него. Поэтому, за порчу государственного имущества пойду в милицию. Жалеть уже больше не буду. После съемок Сергей позвонил в нашу телекомпанию и сообщил, что на Краснофлотскую не вернется. Потому что его пригласили на другой объект. И опять без официального оформления. Самое удивительное, что речь идет не о частном строительстве, а о работах в рамках программы капитального ремонта. В 2017 году все фирмы, они будут проходить вот этот вот предварительный отбор. Там и квалификация, и наличие персонала, образование руководителей. Тех требований, которые предъявляются сегодня, будут, вернее, предъявляться тем подрядным организациям, которые будут работать. Странно, что такие требования подрядчикам не предъявлялись до сих пор. Алена Сенция, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Компания «Карелия Маркет», кажется, нашла способ приостановить выселение из здания. Напомним, администрация города пытается разорвать договор с арендатором здания универмага «Карелия Маркет». Причиной стали многомиллионные долги за аренду. Но, как сообщает сайт «Петрозаводск Говорит», торговый дом заявляет, что не знает, какие именно помещения арендуют у Петрозаводской мэрии. Так, с юридического на простой язык можно перевести позицию «Карелия Маркет», которую изложила сегодня в арбитражном суде адвокат Юлия Подосенова. Она напомнила, что мэрия просит освободить торговые площади 5436 квадратных метров по договору аренды и еще 580 квадратов, которыми фирма пользуется фактически. Однако, по словам представителя «Карелия Маркет», не может вычленить эти квадратные метры из всей занимаемой площади и не знает, какие именно помещения занимают 580, а какие – 5436 квадратных метров. Поэтому, как считает представительница фирмы, решение суда будет неисполнимо. Тем не менее, суд пока не дал никакой оценки позиции торгового центра «Карелия Маркет» и отложил заседание на 22 февраля. 25 января все студенты страны отмечают свой профессиональный праздник – День российского студенчества или, по-другому, Татьянин день. Некоторых студентов Петрозаводского госуниверситета глава города Ирина Мирошник поздравила лично на встрече в мэрии. Встреча Ирины Мирошник со студентами Петрозаводского госуниверситета прошла хоть и по заготовленному сценарию, но в неформальной обстановке – за чаепитием. После вручения памятного сувенира единственной на встрече Татьяне на главу города посыпались вопросы – в прикуску с конфетами. Как у нас начинается оттепель? У нас ходит не только снег, но вместе с ним и асфальт. При этом ремонт дорог был в Петрозаводске, но сейчас уже изменения были в нашей погоде и видно, что пошли проблемы на дорогах. Если бы толщина асфальта была бы метровая, то это было бы проще. Тут есть такие свои климатические особенности. Все эти претензии обязаны устранить. Гарантия у нас 4 года. Мирошник добавила также, что ямы можно заделывать, не дожидаясь лета, с помощью технологии холодного асфальта. Обсудили с главой города и снижение цены на студенческие проездные и благоустройство велодорожек. А представитель студенческого строя отряда попросил у Ирины Мирошник разрешение на строительство подарка для города – снежной горки в губернаторском парке. Мы хотим это построить и хотелось бы получить ваше специальное разрешение на эту акцию. Спасибо большое. Таким подарком мы, конечно, очень рады. Ждут также студенты и открытие Центра патриотического воспитания. Глава города пообещала, что к сентябрю он уже начнет свою работу на месте бывшего кафе в стенах администрации. Там будет конференц-зал на 50 мест, и у нас уже там очередь записалась из организаций различных общественных, которые хотели бы под эту тематику проводить свои мероприятия. В конце встречи Ирина Мирошник попросила всех по очереди озвучить три главные городские проблемы. Помимо обычных плохих дорог и уборки мусора, студенты называли нехватку стадионов во дворах и сохранение архитектурного единообразия города. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс». В Национальном музее Карелии пополнение в фонде ткани появился фирменный китель ветерана Октябрьской магистрали почетного железнодорожника Юрия Черниговского. Другое приобретение – несколько фотоколлекций, связанных с железнодорожной историей республики. Новые единицы хранения музею подарили посетители выставки, посвященной столетию Октябрьской железной дороги. Выставка, посвященная столетию Мурманской железной дороги, открылась в начале ноября, а ее посетители уже успели пополнить музейные фонды новыми предметами и документами. Заслуженный работник Октябрьской магистрали Юрий Черниговский подарил музею форменный китель и фуражку заместителя начальника Петрозаводского отделения ОЖД. А петрозаводчанин Александр Перский принес фотографии своего деда, много лет прослужившего на железной дороге. Вот эта фотография до 1926 года, мы так ее датируем. Плакат с членами политбюро, и среди всех членов мы видим товарища Троцкого. А товарищ Троцкий у нас был членом политбюро до 1926 года. Вот эта фотография уже чуть позднее, по-моему, 1928 года. Еще одна коллекция фотодокументов посвящена судьбе щитовода Мурманской железной дороги Георгия Дубровского, участника Первой мировой войны, репрессированного в 1937 году. Снимки прислали из Башкортостана, родственники железнодорожника. Как уверяют в музее, новые предметы посетители смогут увидеть на ближайших выставках, посвященных железнодорожной истории республики. Новости на сегодня все. В студии работала Ольга Пименкова. Всего вам доброго и только хороших новостей. Новости на сегодняшний день.